Пока вы отсутствовали, я нашел отрывок о том, что добродетель должна быть и легка, и приятна, иначе от нее нет никакого толку. В произведении другого ученика Сократа, Ксенофонта, это, собственно, лакодемонская политея 9.2. Говоря по правде, спастись от преждевременной смерти, скорее всего, можно с помощью мужества, чем с помощью трусости. И действительно, мужество и легче, и приятнее, и достижимее, и надежнее. Понятно, что это не так, но нужно объявлять добродетель приятной, легкой и достижимой. Обучение – это труд. Он невозможен, если вы не применяете наказание. Заметьте, он ведь монотонен, он состоит в повторении, в старании и так далее, и так далее, и так далее. Учить добродетеля таким образом нельзя, конечно же. Не золотую молодежь. Она на то и золотая молодежь, чтобы не заниматься такими вещами. Можно ли вы? Да, конечно. Можно ли вы? Вообще, как числая и чисто любви, допустим, у Дома-Донбасса посчиталось, как паров. Да. Это примерно то же самое, что и мужество, о котором говорит Сократ, да? Нет, нет. Вот это мужество – это то, что человек может поступить мужественно. Мужественно – это значит «вопреки страху». Вот, вопреки страху. То есть это как бы нерационально. Сократ попытается доказать, что это рациональное решение. То есть вы можете поступать вопреки страху только в том случае, если вы знаете. Но просто почему мужество считается именно добродетельным? Хорошо. Список греческих добродетелей на самом деле больше, чем обычные четыре, которые мы с вами называем. Но эти обычные четыре классические добродетели – это, конечно, а – политические добродетели. И б – добродетель – это превосходство. Выделяются простые четыре сферы жизни, условно говоря. Семейная жизнь, домашняя, экономическая, подчинение закону, то есть подчинение городу, война и личная. Личная – в смысле личная и духовная, а не личная, а домашняя. Соответственно, в этих четырех сферах, основных с точки зрения греков, вы должны превосходить других. Вот это превосходство и есть добродетели. В личной домашней – это умеренность. В личной собственной – это мудрость. Давайте в коллективной, гражданской – это справедливость. На войне – это мужество и в личной собственной – это мудрость. Нельзя построить политическое общество без войны, без вооруженных людей. Но вооруженные люди – это люди, от которых требуется мужество. Иначе все погибнет. То есть основа существования города – это его возможность защищаться против других. Поэтому мужество нельзя выкинуть. Ну, то есть это все равно добродетель. Мужество – это добродетель. Мы же читали с вами, ты и тета – это главная добродетель. Или, по крайней мере, она имеет решающее значение. Говорить о которой подробно надо, конечно, читать государство и законы. Удачи вам. Хорошо, есть ли еще вопросы? Нет? Тогда давайте продолжим. С 342А. Против, Египте тоже очень настаивали, да и все остальные. Итак, это тот случай, когда и протагол, и все остальные согласны. Входят в число всех. Так я пытаюсь, сказал я. Итак, сейчас Сократ второй раз подряд нарушит уговор с протаголом. Сейчас он произнесет длинную речь. Это самая длинная речь в диалогах Платона. Длиннее, по-моему, разве что только в законах, но в законах нет Сократа. А там уже прерывается диалога монаха. Изложить вам мое понимание этой песни. Мое понимание этой песни. Раньше и больше всего философия Уильяма распространена на Критии и Блокедемонии. И первое, что говорит Сократ, это безумие. Философия, о которой до этого никто ничего не говорил. Единственный философ, это кто из присутствующих? А кто назван философом? Нет. Именно назван. Да, именно назван. Назван Калий. Любитель мудрости. Гедонист, да? Вдруг появляется философия. А вот. Что? А это Калий? Если я не ошибаюсь, Калий. Да, там вот ты Калий. Любитель мудрости, да. Да, да, да. А это Калий? Ну. Там либо Калий, либо Критий. Нет, точно не Критий. Вы найдете быстро, да? Хорошо, я тогда не буду искать. Итак, Сократ начинает с чего? Сократ начинает с абсолютно абсурдного заявления о том, что философия зародилась в Спарте. Это абсурдное заявление будет Сократом поддержано дальше. Почему Сократ может позволить себе такое абсурдное заявление? Нашли? Да. Калий? Калий, да. Достаточно. Скажите. Нашли. Спасибо. Почему Сократ начинает с этого? Нам кажется, что Сократ объединяется с древними. Так оно и будет против Протагора. Чтобы доказать, что Протагор не прав в своей тактике. Тактики не скрывательства. Отказа от сокрытия самого себя. Ведь он отделил себя от древних именно этим. Сократ возьмет точку зрения древних. Только помните, что как бы Симонит должен умереть, да? Вот. Сократ возьмет точку зрения древних. Но почему эту древность надо начинать со Спарты? И я обращаю ваше внимание на то, кому он это говорит. Кому он это говорит. Все это. Вы товарищу. Товарищу. Кому он это говорит внутри этой беседы? Кому обращен весь этот разговор? Ради кого он? Ради Алкивиада. Товарищ и Алкивиад имеют между собой нечто общее. Все хорошо воспитанные, благородные юниши. Я напоминаю вам Гетайрус. Мегетерии, если быть, наверное, точнее. Это олигархические кружки, занимающиеся попыткой взять власть в городе. В этом смысле они, конечно, все лаконофилы. Потому что в Спарте нет демократии. В Спарте Демас не правит. В Спарте правит избранное. Избранное меньшинство, конечно. Помните, какую книжку написал Критий? Написал он одну и ту же книжку дважды. Называется она «Лакедемонская политея». Написана она в стихах и в прозе. Я ее цитировал вам. Ну, то, что дошло до нас, когда мы читали Ксенофонты. Товарищ лаконофил. Алкивиад лаконофил. Скорее всего, лаконофил. И Сократ должен перетянуть их на свою сторону. Не только тем, что он выступает против протогора. Но и тем, что у них есть что-то общее с ним. Что в философии и города, точнее, избранной части города, есть нечто общее. И это общее, конечно, лаконофилия. И самое большое из них число софистов было так. Да, опять же, смотрите. Чем дальше мы слышим, то есть для товарища это не проблема. Он, а, ничего не понимает в философии, был он лаконофил. Но для нас с вами это смех. И самое большое число философов, конечно, в Лакедемоне. В смысле? Если он лаконофил, он что-то слышит, то есть и маша там просилит, и там он что-то слышит. Да, но товарищ максимально далек от философии, поэтому не знает. Алкивиад. Вот именно. Если алкивиад лаконофил, должен ли алкивиад быть лаконофилом? В смысле? Хорошо. Применим простой, более простой подход. Предал ли алкивиад Спарту? Да. Следовательно, лаконофилом он не был. А как тогда Сократ пытается заинтересовать его? Когда алкивиад придал Спарту? Позднее. Сейчас он еще молод. Сейчас он еще алкивиад был. И это часть охоты. Но алкивиад же все равно не понимает, что там нет спроса. Вопрос, понимает он или нет? Если он не понимает, то он не достойный охоты. Если он понимает, то он спросит Сократа об этом в личной беседе потом. Но крестьяне и лаконцы, подобные тем зафистам, о которых говорил протокол, отрицают это и делают вид будто они невежественны, чтобы не обнаружилось, что они превосходят мудростью всех эллинов. Они хотят, чтобы их считали самыми лучшими воинами и мужественными людьми. Думая, что если же знать, в чем именно их превосходство, все стали упражняться в том же, то есть мудростью. Достаточно. Что делает Сократ прямо на наших глазах? Он отделяет мужество от мудрости. Коспортанцы хотят, чтобы их считали мужественными людьми, но при этом хотят, чтобы их считали не мудрыми. Если мужество и мудрость совпадают, то мужественный человек автоматически считается мудрым. Сократ говорит, что это не так. То есть, смотрите, потом будет доказывать, что так. Сейчас прямо говорит, что это не так. Теперь же, скрывши настоящее, они обманули тех, кто подражает лаконцам в других государствах. Уроды, подобные им друг другу, уши, обматывая руки ремнями, усердствуют в гимнастике и нося короткие плащи, как будто именно благодаря этому лаконцы властвуют над эллинов. Достаточно. В Спартии происходит тайная философия. Не мужество есть залог спартанской гегемонии. В философии есть залог спартанской гегемонии. Чего нет в Спартии? Нет, 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 оставьте это пока. В Спартии нет демократии, в Спартии нет крестьян, нет толпы, там есть только войны. Подлинный город, город, в котором правит философия, является закрытым, туда никого не пускают. А в Спартии тоже никого. Ну так о чем и речь? Спарта и есть подлинный город, туда нельзя зайти. Если вы не спартанец, философия и есть подлинный город, туда нельзя зайти, если вы не философ. Вы можете прийти к философу ночью, сесть у него в ногах, даже о чем-то с ним поговорить, но это не сделает вас философом. Вы никогда не войдете. Философия открыта, но она недоступна для всех. Спартанцы обманули всех, притворяясь мужественными. Протогор говорил, древние никого не обманули. Кем древние притворялись? Четыре. Поэты, прорицатели, гимнасты и музыканты. Они притворяются тем, соответственно, какими-то профессиями, профессионалами, в каких-то профессиях. Кем притворяются спартанцы? Мужественными. Нет, профессионалов в войне не существует. Они же не получают за это деньги. Они не продают себя. Спартанцы притворяются мужественными. Они не притворяются профессионалами. Как раз-таки наоборот. Скрыть себя, значит, скрыть знание. Скрыть знание, значит, скрыть профессию. Они все философы или софисты, мудрецы. Но скрывают это, притворяясь воинами, притворяясь мужественными. А теперь, смотрите, смотрите, их мужество и их мудрость совпадают. Мужество и мудрость протогора не совпадали. Его мужество состояло в немудром решении прекратить скрываться. Мудрое решение спартанцев скрываться, притворяясь мужественными, при этом является мужественным. Почему? Потому что спартанцам надо доказывать, что они мужественные. А значит, надо побеждать. Хорошо, да. Как у вас вопрос? Можно ли это все взять с гимнонского идти в том плане, что мы, как мы знаем, мудрость и на конфликт входит с мужественными. И именно поэтому спартанцы, как мы знаем, которые в центре стоят в правах и в плащах, они принадлежат. То есть вы хотите сказать, что спартанцы в центре – это как раз самые мудрые спартанцы? Нет, нет. В спарте вообще нет места. Помните, спарте не учат даже грамматики. Спарте не учат читать и писать. Спарте ничему не учат. Поэтому там не может быть мудрых людей. Но речь идет об исторической спарте, а не о спарте, которая воображается лаконофилами. Ксенофон все-таки там был. Но нет, не в спарте, но близко, недалеко. И спартанцам знал лично. А мы сейчас говорим о спарте, которая воображается у нас. Конечно, потому что товарищ лаконофил. Да, скорее всего лаконофил, потому что… Да, хорошо. Нет вопросов больше? Хорошо. То есть спартанцы успешны, потому что они с древних времен притворяются не профессионалами, а притворяются мужеством. А когда лаконофилами дает тайно общаться с теми софистами, что находятся у них, и они хотят это делать открыто? Да, и еще раз повторюсь, чтобы, не дай бог, вы не забыли, причина господства гегемонии спарты – это как раз-таки ее мудрость. Это важно, потому что классическая поговорка звучит так – сила есть, ума не надо. С ократкой? Нет, такого не может быть. Все ровно наоборот. Ум есть, силы не надо. Спартанцы владеют миром, потому что… Еще пока нет, но когда Платон писал, это да. Потому что спартанцы мудры. Более смешной шутки над спартой быть не может. Прошу вас. И они хотят делать это открыто. Они гоняют чужеземцев, как подражающих лаконцам, так и всех остальных. И тогда свободно общаются с софистами в тайне от чужих. Они, как и критяне, не позволяют своим дунышам отправляться в другие земли, чтобы те не разучились тому, чему они учат их сами. Отлично, остановитесь. Философы общаются только между собой. Внутри круга философов, если они говорят серьезно между собой, не может быть не философов. Все не философы должны быть изгнаны. Но главное, философия и политика связаны напрямую. Господство Спарты, политическое господство, обеспечено философией внутри Спарты. Можно еще вопрос? То есть, ну, как мы уже сказали, и сейчас это продолжается, что Сократ говорит о Спарте таким образом, чтобы алгебрата его спасил. Не обязательно так. Мы говорим о товарищи, допустим. Задача Сократа... Смотрите, что сделал Сократ? Первое. Сделал софистов смешными. Один ходит туда-сюда, за ним бегает моськом. Второй там сидит, что-то бубнит и так далее. Третий тыкает пальцем в небо и так далее, и так далее, и так далее. Второе. Отделил философию от софистики. Третье. Указал, что софисты опасны, потому что они не... Точнее, наоборот. Второе. Указал, что софисты опасны, потому что они ничего не знают. Параллельно отделяет философию от софистики. Философия открыта, софистика закрыта. Философия недоступна, софистика доступна. и так далее, и так далее, и так далее. Философ не берет деньги, софист берет. Следующий шаг, который мы уже знаем из приемов Сократа, это какой? Объединить себя и собеседника. Объединить себя с товарищем. Но для этого философия и город должны объединиться. И товарищу, и Аукивиаду. Сократ показывает, что Спарта величайший город, потому что там философия и политическая власть объединились. Попробуйте. Нет, ну просто до этого же Сократ говорил. Я пытался доказать, что философия спокойно может быть в городе, потому что она не... Вы же должны понимать, что речь идет о медленном движении из точки А в точку Б. Это медленное движение не может произойти. Здравствуй, друг, здравствуй, товарищ, ты знаешь, философия и город должны быть вместе. Объявимся. Особенно учитывая, что вдруг разращен, хотя не сильно, и что он, как и всякий более или менее здоровый человек, конечно, должен выступать против философии и ее засилия в городе. Еще раз, философ это тот, кто целыми днями только и делает, что говорит. В политике он умрет. На войне он умрет. А значит, с точки зрения города от него проку в ноль. К тому же он нищий. Чем он мешает? Чем он мешает? Тем, что он... Тем, что он... Конечно, конечно. Движение, объединение философии и города, следовательно, должно происходить постепенно. Победа над предзасудками против философии должна происходить постепенно. Но постепенно это не значит, что с годами, повторяя одно и то же. И так нет. Постепенно это значит, логические шаги делая. Философия не софистика. Софистика опасна, философия безопасна. Философы существуют внутри собственного круга. Они на самом деле не могут войти в политику и потому не могут политике мешать. А ты знаешь, на самом деле философия и политика должны совпасть. И в идеале они совпадают. И так далее. Как стать полезным для алкивиада будущего политика? Доказать, что политика и философия соединены? Ну, он же буквально несколько страниц. Сократ говорил, что это политика грязное дело. Нет, это я вас отсылал к апологии, что политика грязное дело. Показываю вам, что... А потом отсылал к Сенофонду. Помните, когда Сократ говорит софисту, что он не пошел в политику, потому что он воспитывает будущих политиков? Никогда не думайте, что то, что говорит вам Сократ в точке X или во всем диалоге, если вы способны его суммировать, это то, что Сократ думает. Всегда помните цель. И в соответствии с этой целью всегда двигайтесь вместе с Сократом. Сократ доказал, что... Философия и статистика различны. Сократ доказал, что Протагор ничего не понимает ни в длинных речах, ни в исследовании поэзии. Настало время, когда Сократ отвратил Алкивиада от Протагора, настало время показать, что должно притянуть Алкивиада к Сократу, а не к Протику Регипе или к кому-то третьему, или вообще прочь от этих глупостей и вон из дома Калия. Для этого Сократ начинает говорить безумные вещи, что Спарта целиком состоит из одних философов. Он не начинает противоречить сам себе этот Сокривиад. Если он как бы интересен Сократу, то это оттолкнет Алкивиада, что Сократ сам себе не имеет. В смысле? Что до этого он говорил одно, а теперь говорит другое? Если Алкивиад это увидит, это будет повод для разговора с Алкивиадом. Почему ты вначале... Просто увидишь, что это не тот человек, который он хочет учиться и пройти по уходу. Может, но что говорит Сократ? Что говорит Продик? Продик говорит, что два слова не совпадают в своем значении. Что говорит Гиппий? Гиппий говорит, что мы здесь все одинаково мудры и потому становятся демократом. Все его поддерживают. Сократ говорит, не-не-не-не-не, есть особый тип людей. Эти люди философы. Они притворяются не философами, маскируясь мужеством. Они правят миром. Естественно, Алкивиад, который хочет править миром, тут же спросит, расскажи поподробнее. Никогда не верьте Сократу на слово, тем более в любой точке. Каждая сказанная и классическая политическая философия вообще, любая высказанная точка зрения высказана внутри контекста. Ее нельзя вырывать из контекста. Потому что если вы вырвете ее из контекста, у вас получится то, что говорит Сократ сейчас, явно противоречит тому, что он говорил 10 минут назад, явно противоречит тому, что он говорил в соседнем диалоге, и тогда получается не говорить ничего. Многосвойность это важная часть классической политической философии вообще, платоновского учения в частности. Итак, философия и политика, философия и господство, политическое господство, гегемония соединены напрямую. Спонтанцы правят миром, потому что они философы, а мужество это напускное. И вы знаете из лакодемонской политики, что мужество это напускное. Хорошо. И в этих двух государствах не только мужчины гордятся воспитания, но и женщины. Но и женщины. Почему? Почему не хотят? Почему воспит... Да, да. Там же не подлеарханг. Сократ говорит, что они тоже получают воспитание, равное с мужчинами. Помните, воспитание женщины заканчивается на общем образовании. Она научена читать и писать, и дальше идти не надо. Философия говорит, нет, так это не должно работать. Женщина тоже должна входить. Помните, протагон отделяет мужей от людей. Поэтому, естественно, Сократ в противопоставлении протагону не должен отделять мужей от людей. Явный людь в категории людей это женщина, она точно не муж. То есть, не ребенок, который может стать мужем, и не старик, который как бы является мужем, или тоже когда-то был им. Нет, женщина не может быть мужем. Поэтому, женщина тоже должна попасть в категорию тех, кто получает образование, высшее образование имеется в виду. И, следовательно, философия образовывает людей, а не мужей. А что я говорю правду, философии действительно отлично воспитаны в философии и искусстве слова. Это вы можете узнать вот из чего. Теперь уже в философии и искусстве слова. Заметьте, что Сократ отделяет. Искусство слова – это, конечно, ритолика, но говорить потом он будет только о ритолике. Сократ не может доказать, что спонтанцы философы. Это очевидно. Но он может доказать, что они хорошие ритолики. Каким образом неграмотный, ничему не обученный мужчина может оказаться хорошим Аратаром? Ну, перед войной там так, наверное, не получится. Если он никогда не знает, не знает, как пишутся слова, никогда не читал длинных… Нет. Не слышал? Не слышал ни в коем случае. Слышать – это часть обучения. Случайно. Отлично. Случайно он может произнести длинную речь красивую? Нет, может, нет. Он может случайно какую речь сделать красивой? Короткую. Лаконизмой, конечно. Сократ будет доказывать, что они отличные риторики, доказывать, что они могут в короткую речь. Кто еще из присутствующих может в короткую речь? И в этом смысле он не просто философ, а он сторонник древнейших философов. Если протокол говорит, я полыбаюсь с традицией, я новый. Сократ говорит, не, я настолько древний, что не то, что Гумер, Спарта, еще где не умеют складывать предложений длинных, где не могут сложить пять, потому что Гумер это гигантские предложения, гигантский текст. Очевидно, что до гигантского текста были тексты покороче. Помните «Семь мудрецов» мы с вами в этом говорили? Помните? Не помните? То, с чего началась формально античная философия «Семь мудрецов», из них до нас дошли простые высказывания, типа «всему своя мера», «о мертвых» либо «хорошо», либо «ничего», кроме правды». Вот эти вот вещи. Следовательно, протокол, указывающий на то, что традиция софистики идёт с гумера, показывает нам, что софистика стоит ниже философии, потому что традиции философии ещё раньше, в том смысле, что гумер это уже длинные речи, но перед длинными речами короткие, а короткие речи это только у спартанцев, вы можете услышать, потому что они ничего не могут сказать. Вы же помните этот замечательный анекдот, когда спартанцы в Персии терпят поражение и присылают записку эфору. Там читается так, военачальник пал, не знаем, что делать. Всё пропало, всё. Три предложения в три слова, это всё, что они могут сказать о величайшем своём поражении на территории Персии. Хорошо, вы можете также вспомнить Фукидида, бедные договоры Спарты с Персией. Они всё время должны были пересматривать эти договоры, потому что они не знают, как их писать, они всё время пишут их неправильно. Помните там, и Спарта признаёт, что все владения персидского царя, все владения предков персидского царя являются персидскими. Владение предков персидского царя это вся Малая Азия. Вот это надо помнить всегда. И Платон это знает, и Сократ это знает, и все присутствующие это знают. Да, традиция философии древнее, поэтому она ещё лучше, ещё круче. Золотой век. А что я говорю правду, и Лаконцы действительно отлично воспитаны в философии и искусстве слова, и то вы можете узнать вот из чего. Если бы кто-то захотел сблизиться с самым уникшённым из Лаконцев, то большую часть нашёл бы его на первый взгляд слабым речах. Помните, Сократ с этого начинает апологию. Мои соперники, мои обвинители много чего говорили, но всё, что они красиво говорили, но всё, что они говорили ложь, я буду говорить как умею, не риторическим образом, не подготавливая речь. Я слаб в речах. Но вдруг в любом месте речи летнёт он словом могучий стрелок, словно могучий стрелок какое-нибудь точное изречение, краткое, сжатое. И собеседник, кажется, перед ним был маленький, малым ребёнком. Вот поэтому-то кое-кто из нынешних, да и древних, догадались, что лаконствовать это значит гораздо более любить мудрость, чем телесные упражнения. Заметьте, Кратагор говорит, все древние великие софисты спалились, они все попались. Сократ говорит, спартанцы спалились. Кое-кто из древних и нынешних догадались, что на самом деле это не так. Кое-кто из нынешних это кто? Сократ, конечно, и более того, что делает Сократ? Сократ всех спартанцев предаёт. Они прячутся, он говорит, не-не-не-не-не. Видите, как Протагор продаёт одного сыра мертвого софиста, так Сократ продаёт всю спарту. То есть, даже в этом Сократ лучше, чем Протагор. они поняли, что умение произносить такие извлечения свойственны человеку в совершенстве образованному. Таким людям принадлежали. И вот, внимание, это те самые семь мудрецов, о которых мы говорили на ваших курсах. Прошу. Фалес Милецкий. А теперь замечайте, да, внимание, спартанцы гениальные люди. Сколько из присутствующих людей спартанцы? Погнали. Фалес Милецкий. И Питак Митиленский. Оба не спартанца, очевидно. И Биант из Приена. Не спартанец. И наш Салон. Салон Афинянин не спартанец. И Клеобуллинский. И не спартанец. И Мисон Химмейский. Не спартанец. А седьмым между ними считается Лаконец Хилон. Считается Лаконецом Хилон. Из семи мудрецов считается Лаконецом только один. И то только считается. Да, и то только считается. Естественно. То есть в этом важно. Он возможный спартанец. Но скорее всего нет. Все они ученики лаканизма как и Сократ. Все они от них дошли вот эти короткие изречения которые я вам приводил когда-то в примеры сейчас которые вспоминать не нужно. Все они произносят короткие речи. Быть мудрым и произносить длинные речи это не одно и то же. И это Сократ говорит. Я напоминаю вам произносят самую длинную речь в истории диалогов Платона. Все они были любителями любителями последователями лаконского воспитания. Всех может усвоить их мудрость раз она такова что выражена каждому из них кратких и достопамятных изручений. Остановитесь. Если спартанцы философствуют между собой только выгнав всех остальных откуда эти люди узнали что спартанцы философы. Если спартанцы как говорит Сократ выгоняют всех когда речь идет о философствовании откуда кто-то может их копировать откуда кто-то узнал что они философы. Хорошо давайте двигаться дальше. Здесь вместе они посвятили их и как начат обмудрости Аполлон в его храме в Дельфорхе написавши то что все прославляют познай самого себя и ничего сверх меры и ничего сверх меры достаточно. Эти слова Сократа запомнит Квитий запомнит настолько что в Хармении 164D 165A он Сократу их же и процитирует. Что еще нас интересует? Древняя мудрость оказывается публичной потому что они написали это на входе в храме в Дельфах но кто говорит это на входе в храме в Дельфах? Нет храм Дельфов кому посвящен? Аполлону это слова Аполлона древняя мудрость публично но она приписана Богу таким образом древние мудрецы пытались влиять на народ сильные в городе влияющие на большинство это не политики как говорит протокол не они это те кто от имени божественной власти через богов управляет добродетелями управляет большинством заметьте что ни один из присутствующих я напоминаю вам во первых гражданская религия а во вторых ни один из присутствующих не был жильцом они написали это на храме потому что они были мудрее всех смотрите сама концепция добродетелей является подчиненной мудрецам ну как нам сократа показывает да в разговоре с протоколом а это значит что управление концепцией добродетеля управляет большинством не как говорит протокол динамин управляет большинством мудрецы управляют большинством с помощью иди ни одно а два изречения мудрецы помещают на дельфийский оракул ничего сверхмелый и познай самого себя ничего сверхмелый это какая добродетель умеренность конечно а познай самого себя это справедливость потому что если вы знаете самого себя вы знаете что по отношению к самому себе является справедливым то есть доступным а что нет много ли еды вас вмещается много ли питья можно ли вас обижать или нельзя обижать и так далее и так далее и так далее и так далее смотрите Сократ и протокол согласны умеренность и справедливость исходят из чего из благочестия что протокол что Сократ говорят об этом то есть веры в божественный авторитет а теперь вопрос как бы протокол все разрушает потому что он всем все говорит древние мудрецы лучше их эзотеризм сокрытие лучше чем у протокол и современных для этого надо вернуться к гиппию меньшему 365D но мы этого делать не будем и потому раз древние мудрецы оказываются успешнее чем современные нам мы должны ориентироваться на древних именно поэтому надо ориентироваться не на протокола а на Сократа копирующего семь мудрецов копирующих спартанцев но ради чего я это говорю да но ради чего я это говорю мы увидим ради чего он это говорит но говорит простую вещь нам Сократ что протокол не создал ничего нового обвинить древних опрокинуть их сказав правду и тем самым захватить авторитет завоевать авторитет хотел уже симонит сейчас Сократ анализирует симонида это покажет естественно анализирует симонида в больших кавычках Потому что там будет такая ложь, там будет катастрофическая ложь, но мы увидим. Причем такая ложь, которая даже соглашает, это такая чушь, не обращайте внимания. Даже в том, что протокол считает уникальным, он не уникален. То есть даже этого он не увидел. И потому он, конечно, не заслуживает никакого внимания. Вот зачем Сократ это говорит. То есть его идея управлять большинством с помощью религии, придуманной не им. Его идея выделиться из остальных модельцов, обвинив их и преодолев их, тоже не нова. В противопоставлении новатору протоколу появляется тогда консерватор Сократ. Любитель золотого века Сократ, любитель спарты Сократ. И мы знаем, почему он таков, потому что он говорит это товарищу. Философия и древность соединены вместе. Точно так же, как соединены вместе философия и политика, философия и гегемония. Перед тем, как мы перейдем к следующей логической точке, нет у вас никаких вопросов? Хорошо. Но ради чего я это говорю? А ради того, что таков был у древних способ философства, лаконское немногословие. Между некоторыми лаконцами и нелохождение, и это восхваляемое мудрецами изречения Питака, трудно быть добрым, хорошим. Я предупреждал вас, что сейчас Сократ утопит Симонидов. Симонид, чисто любиво стремившийся к мудрости, понял, что сокрушив это изречение, словно знаменитого атлета, и превзойдя его, он и сам прославился среди современников. Симонид и Протагор – одна пара, Сократ и Питак – вторая пара. Протагор как Симонид, Сократ как Питак. Поэтому сокрушить Симонида – значит сокрушить Протагора. Но ведь он не хотел это изначально. Кто не хотел изначально? Сократ. Чего? Прошли Симониду. Да, 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 да. Поэтому я и сказал вам, посмотрите сейчас, как он его утопит. Смотрите, если мы оцениваем качество людей по древности, то есть ли более древние люди, чем Симонид? Да, Питак. Очевидно, Питак был первее, чем Симонид, раз Симонид его критикует. Нет, тут вопрос в том, чтобы показать, что Протагор как Симонид, а Сократ как Питак. И Симонид ничего не понимает, что он делает. Причем это будет сделано с помощью катастрофических софизмов, которые ни в какие ворота не лезут. И никто даже не заметил. И никто даже не заметил, потому что это длинные речи. И про Аспарнат тоже не заметил. Никто не заметил. Мы с вами заметили. Товарищ заметил. Скорее всего, Олки Бят заметил. Итак, Симонид, что еще объединяет их? Питак, он ведь был только что указан, если я не ошибаюсь. Правильно? Нет, 343а, он один из семи мудрецов, а значит он не многословен. Симонид это поэт, а значит он многословен. Протагор многословен, Сократ не многословен. Эзотеризм древних работает лучше, чем эзотеризм современников, потому что они, в частности, поражают спартанцам. Они не многословны. Если ты мало сказал, никто не может понять, что именно ты сказал. И наоборот, если ты растянул свою речь и объяснил тем самым каждый нюанс того, что ты хочешь сказать, и рассмотрел все с каждой стороны, всем все понятно. А вот это вот изучение «трудно быть хорошим», оно тоже какое-то добродетельное? Нет, «трудно быть хорошим» — это в смысле трудно быть добродетельным. И просто так? Нет, это вопрос о том, трудно или легко стать добродетельным. Мы же добродетели обсуждаем. Если добродетель — это легко, то протокол не нужен. А если добродетель — это трудно, то кто ей будет учиться? Я только что вам привел своего псинофонта. То есть это серьезная проблема. Именно поэтому, знаете, как Сократ избавится от нее? Диалог закончится тем, что он сможет, что такой добродетель. То есть и неважно, легко это или трудно. Если это легко, мы все равно не знаем, что это. Или если это трудно, мы все равно не знаем, что это. То есть протокол говорит, добродетели, надо учиться. Но тогда трудно занимается, что это трудно. Если он подразумевает, что это легко, тогда и не надо учиться. Но в любом случае, смотрите, как бы ни было, протокол не нужен. Если добродетель легка, он не нужен. Если она трудна, то ей никто не будет учиться, и, следовательно, он не нужен. Как же Сократ сделает себя нужным? Он поднимается выше и говорит, мы не знаем, что такое добродетель, надо выяснить. И тогда Сократ становится нужным, потому что неважно, легка она или тяжела, обучаема или нет. Что это? Потому что он меня не обучает, он выясняет. Он ничего не выясняет. Он как бы... Ничего не выясняет. Смотрите. Нет, ну так не нахождение же. Чувствуете разницу? Он ничего не выясняет. Ничего не становится ясным. Наоборот, мы только запутываемся. Только уходим глубже. Только становится труднее. Но если мы помним, какая цель, тогда, конечно, все становится попроще немножко. Симонит, чисто любил и стремившийся к мудрости, понял, что сокрушив это изречение, словно знаменитого ответа, превзойдя его, он и сам прославится за современник. Против этого-то изречения и по такому побуждению, примясь принять его, сочинил он, как мне кажется, всю эту песню. Рассмотрим же все сообща. Сообща, да. Правду ли я говорю? Прямо сначала песня обнаружилась бы и нелепость. Если бы, желая сказать, что трудно стать хорошим человеком, он вдруг вставил бы частицу ТО. Она была бы вставлена без малейшего разумного основания. Если только мы не предположим, что Симонит как бы спорит против изречения Питака. Питак утверждает, трудно быть хорошим. Противоряя этому, Симонит говорит, нет, Питак, трудно и стать-то хорошим. Поистине трудно, а не поистине хорошим. Не в том смысле говорит он об истине, будто одни бывают поистине хорошими, а другие, хотя и хорошими, но не поистине. Это было бы явно простоваться. Легко. Это было бы явно легко. И не по-симонитовски. Да, значит, в этом выражении переставление запятых – это полная катастрофа. Из греческого текста не следует никак. Это как попытка строчки «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем» переставить «не». «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей совсем не угасла». То есть это катастрофа. Надо предполагать, что в песне слово поистине обоставлено. Переставлено. Переставлено. Причем подразумевает изречение Питака. Помните, что хотя в греческом, как и в русском, свободный порядок текста есть вещи, которые нельзя переставлять. Причем подразумевает изречение Питака. Вроде того, как если бы это сделал сам Питак. Если бы это сам Питак говорил, а Симонит ему отвечал. Мы понимаем, что это шутка не только потому, что это невозможно с точки зрения языка, но еще и потому, что возвращается деление на бытие и становление. Таким образом, частица то окажется вставленную со смыслом, и слово поистине правильно встанет на самом конце. И последующий все подтверждает, что именно так было сказано. Да, вы можете обратиться к современным исследователям и филологам-лингвистам, которые разбирают вот эти вот ужасы на многие-многие страницы, если вы хотите подразумеваться в том, что Сократ делает не так, как Сократ насилует греческий язык в этот конкретный момент. Много бы нашлось и в любимых местах этой песни такого, на чем можно было бы показать, как она хорошо сочинена. Она ведь отличается и изяществом, и тщательностью отделки. Но долго было бы разбирать ее все таким образом, возьмем лишь ее общий смысл и убедимся, что главным намерением Симонита на протяжении всей песни было опровергнуть изречение Питака. Достаточно. До этого Сократ говорил, когда протогор сказал, Симонит себе противоречит. Сократ говорит, не-не-не, не противоречит, быть, есть на линии разные вещи. Теперь говорит, противоречит Питаку. Намеренно противоречит Питаку. Помните, что Сократ говорил, я изучил эту песню и внимательно, когда протогор спросил, может тебе все ее процитировать. И вот теперь мы видим, насколько внимательно он ее изучил. В продолжении у Симонита звучит так, будто он высказывает следующую утверждение. Стать-то хорошим человеком поистине трудно. Однако все же возможно, хотя бы на некоторое время. Но ставши таким, пребывать в этом состоянии, то есть быть, как ты Питак говоришь, хорошим человеком, это уж невозможно и не свойственно человеку. И разве лишь Бог один владеет таким преимуществом? Итак, быть хорошим легко, 340 Б. Но теперь же говорится, что быть хорошим невозможно долго. То есть быть хорошим можно, но только короткое время. Нет возможности зла избежать человек в тяжкой беде, злобной и необоримой. Кого подавляет необоримая беда, например, при управлении кораблем? Ясно, что не заурядного человека. Заурядный человек и без того всегда подавлен. Не лежачего мог бы свалить кто-нибудь, а того, кто стоит, чтобы он упал. Ведь не того же, кто уже лежит. Точно так же необоримая беда может подавить того, кто борется. Но не того, кто никогда не был способен к борьбе. Нелетевшая буря может побороть кромчиво. Кормчиво. Кормчиво. Внезапные ненависти и земледелица. То же самое и с врачом. Хорошему человеку возможно стать дурным, как засвидетельствована и другим поэтам сказавшим. Достаточно. Сократ приводит примеры экспертов. Тех, кто что-то знает. Тех, кто преодолел трудность в учебе. То есть представители искусства. Это они хороши. Тот же, кто не обладает знанием и не может стать плохим. Потому что никогда и не был хорошим. Так знание и благо совмещаются вместе. Стать плохим может только человек, который когда-то был хорошим. Но быть хорошим значит быть профессионалом. Обладать знанием. То есть невозможно быть плохим или невозможно стать плохим? Нет, стать плохим можно, если до этого вы были хорошим. А те, кто не стал хорошим, те не могут быть плохим. То есть нельзя уронить лежачего. Если лежачий уже лежит, с ним ничего не сделать. Нет, вопрос в том, что человек может просто быть плохим. Нет, может только стать плохим. Но какой тогда человек, если люди хорошие? Нет, они не хорошие. Потому что они не стали хорошими. Они никакие. То есть их нельзя судить, говорит Сократ. Потому что они так и не стали ни хорошими, ни плохими. Большинство ничего не знает. Поэтому большинство не может быть плохим. Но это опять же, помните, кто плохой, кто вершит зло. Что такое, способна ли толпа на большое зло или большое добро? Если она не обладает знанием, нет, не способна. Хорошему человеку возможно стать дурным. Как-то свидетельственным и другим поэтам сказавшим. Недоблестный муж, что дурным, то хорошим бываешь. Ага, но доблестный муж – это, естественно, какой? Мужественный. Можно опросить. А почему же Сократ не указывает авторство? А зачем? Все же знают, кто это говорит. Софья Алексеевна, кто это говорит? Неизвестный. Вот, видите, это неизвестный, срочка из неизвестного поэта. Не, серьезно? Да нет, я знаю, знаю, знаю. Так как это все образованные люди, они не нужны. То есть, смотрите, я разъясняю вам контекст Гумера, допустим. А им не нужно, потому что Гумер – это и есть их популярная культура. Они все знают его наисусе. А дурному человеку невозможно становиться дурным. Он неизбежен всегда будет таким. Между тем... То есть, смотрите, бытия не существует. Есть только становление. И контрбытие. Ну, это только что придуманный мой термин. В том смысле, что контрбытие – это когда вы никогда и не становились. Толпа не может быть плохой. Быть плохой, потому что она не может быть хорошей. Она не может быть вообще. Но для того, чтобы быть хорошим, нужно стать хорошим. Чувствуете? Бытие – становление. Но даже стать хорошим нельзя надолго. Потому что станешь друг другим. Нет, нет, нет. Потому что только хороший может стать плохим. И нельзя быть долго хорошим. Только боги могут быть хорошими. Ну, бытие, но только там, у богов. Нет, в смысле, в становление. Только становление доступно человеку. А он может не входить в становление. Поэтому я и говорю контур бытия. Если вы все время лежите на диване, то с точки зрения добродетеля вы не входите ни в какое становление добродетельным. И соответственно не входите ни в какое становление недобродетельно. Но тут еще кое-что Еще раз о дурному человеку О дурному человеку невозможно становиться дурным Он неизбежно всегда будет таким Между тем тому, кто борется Кто мудр и хорош Если его подавит необоримая беда Нет возможности зла избежать Не быть дурным Достаточно Что же получается, что Сократ только что признался Что одного знания недостаточно Чтобы быть добродетельным Смотрите, нужен еще счастливый случай Если только подавит его Необоримая беда Тогда нет возможности Бежать зла Знания недостаточно, чтобы быть добродетельным Нужно что-то еще И ты так утверждаешь Что трудно быть хорошим На самом же деле Трудно становиться хорошим Хотя это и возможно, но быть хорошим невозможно Добрый поступок Совершая всякий будет хорошим Зло совершая будет дурным Да, законы 644b Действие определяет Хорошее действие Или плохое действие Что значит, например, хорошо поступать Для владения чтением и письма Что делает человек хорошим в этом деле Ясно, что изучение чтения письма А какие хорошие поступки Создают хорошего врача Ясно, что изучение того Как лечить больных Зло совершая будет дурным Значит, кто бы мог стать дурным врачом Ясно, что тот, кто, во-первых, уже врач А затем еще и хороший врач Он-то мог бы стать дурным врачом Достаточно Понимаете, лишь все о том же Добродитель – это знание Но знание – это единственное, что позволяет вам вершить зло Поэтому добро и зло всегда идут рука об руку А мы невежды в искусстве врачевания Не стали бы Как бы дурным мы не действовали Ни врачами, ни плотниками И ничем в этом роде А кто поступает дурно И не станет врачом, ясное дело Тот не станет и дурным врачом Хороший из человека Выходит из его образования Добродетель – это знание Но можем ли мы научиться чему-то или нет Зависит не от нас Знание не всесильно И к тому же знание может догладировать То есть хороший врач может стать плохим Достигнув знания однажды Вы не входите в бытие И мы понимаем, почему Потому что знания нет Вы никогда не входите в бытие Остается только становление То есть вы философ Все время ищет истину Ищет знание Пытается стать знающим Но он не может стать знающим Поэтому он может догладировать Например, когда у нас философ превращается в идеолога Или философиста Нет никаких проблем Таким же образом и хороший человек становится иногда дурным От времени или от напряжения От болезни Или по какой-нибудь несчастной случайности Итак, три противника знания Три вещи, которые могут преодолеть знания Время, напряжение и случайность Это самое и есть единственное дурное дело Лишится знания А дурной человек не может стать когда-либо дурным Раз он всегда дурен Чтобы стать дурным Он должен сперва стать хорошим То есть смотрите Дурным все-таки большинству доступно бытие Но это бытие плохое бытие Бытие плохим Но у них нет плохого становления То есть они сразу Да, они всегда плохие То есть они бытиествуют плохо Значит, и это место песни подтверждает Что быть человеку хорошим То есть постоянно хорошим невозможно Стать же хорошим можно Но тот же самый человек способен и стать дурным А всего дольше И всех более хороши те, которых любят боги Достаточно Хорошесть зависит от случая От случая, значит, от богов Добродетель требует Нахождение способа ублажать богов Как он называется? Благочестие Добродетель требует благочестия Протогор говорит, чем занимаются боги Боги только наказывают Пошли наказание от меня Если и так далее, и так далее У Сократа боги не наказывают Они только дружат и любят К богам обращает нас не только страх Не только естественная наклонность быть вместе Как говорит протогор Богам обращает нас жажда знаний Жажда сделаться лучше То есть заслужить их дружбу А стоит ли дружить с людьми В обществе которых живет порочность? Нет, конечно У Сократа практически нет друзей У Сократа один друг Платон Но если мы верим ксенофону Если не верим ксенофону То у Сократа нет друзей Все это сказано против Питака А дальше в песне это еще и снега То есть смотрите Сократ с другой стороны Предлагает то же самое Что и протогор Но только со знаком плюс Протогор говорит Боги Бойтесь Сократа говорит Боги наши друзья Ну тогда встретите Нет Кто говорит за богов-то? Сократа Мудрецы Если вы задаетесь вопросом Как ведет себя бог Очевидно вы не можете на него ответить Единственный способ в данном случае Это найти того Кто больше всего походил бы на бога И тогда можно было бы ответить Как может вести себя бог Кто больше всего походит на бога Как не мудрец Он добродетельный И он ни в чем не нуждается Сократ У Сократа нет врагов Сократ никому не угрожает Сократ никого не пугает Сократ только дружит Но добиться этой дружбы Практически невозможно Симонит говорит Симонит говорит Жизнь, что судьба мне дала Потому я не трачу в пустую Ради надежды тщетной Найти с надеждей совершенства Сколько б ни было нас Плодами святых зимнями Нет человека такого А если б нашло Я сказал бы Такой же силой Симонит Уступает против извлечения Питака На протяжении всей своей песни Всех и хвалю И мне так же охотно Злого Злого кто не совершил А судьбой не валют И боги Сократ снова насилует поэму Охотно относится Конечно к добру А не к Симониту Что здесь важно Получается, что Если мы верим Замечательному Симониту Боги Не властны над судьбой Если боги Не властны над судьбой Не контролируют судьбу То есть не контролируют Людей Зачем нам боги И сказано против того же Самого извлечения Симонит не был до такой степени Не образован Чтобы заявлять Что он хвалит тех Кто с охотой Не делает ничего дурного Как будто бывают такие Что охотно делают дурного Я по крайней мере думаю Никто из мудрых людей Не считает Что какой-нибудь человек Может охотно Заблуждаться Или охотно Творить постыдные Злые дела Заметьте Это первый раз Когда Сокрова говорит Я думаю И повторяет он Равно то Что мы уже слышали Что добровольно Ни один человек Не может вершить зла Ну то есть Доброводители Равно знание Они хорошо знают Что все Все делающие Постыдные злые Делают это невольно Делают это невольно Если доброводитель Равно знание То никто действительно Не делает зла Добровольно Но тогда значит Что добродетели Можно обучать Естественно Мы должны Сравнить Критона Открыть государство И посмотреть Что это не совсем так Но Внутри этого диалога Мы понимаем Что протагон Поступает плохо Правда ли? Но тогда он поступает Плохо Только по незнанию А ведь Нельзя совершенно По незнанию Нет Только по незнанию И можно Я вижу Мы запутались Мы же говорили Об этих двух Противоречащих точках Зло Можно совершать Только по незнанию Потому что Никто добровольно Не будет Себе обредить Да Себе и другим Протагон Протагон Противоречащих Противоречащих Достойный человек Достойный человек Часто принуждает Себя Относиться Кому-нибудь Дружелюбно И хвалить И хвалить его Как это нередко Случается Еще раз Самопринуждение Когда должен хвалить Мудрец То, что он хвалить Не хочет Как это нередко Случается Например Когда дело Детит о заслуживающих Осуждения Отце Матери Отечестве Или о чем-нибудь Еще в этом роде Речь идет О долге Причина Похвалить Отца И мать И отечество Состоит в долге В патриотизме То же самое Сократ говорит И Критону В Критоне Отечество Нас создало И мы не вправе Выступать Против него Хотя На самом деле Сократ Ничего подобного Не испытывает И это одновременно Конечно Обвинение Против протогора Потому что протогор То что Да Но он забыл Своё отечество Не только в прямом Но и в переносном смысле Он Грещит Против предков Против мудрых Он ведь Поносит их Утверждая При этом Что мудрые Должны покрывать Друг друга И лгать Сократ говорит ему Да Мудрые Должны покрывать Друг друга Но они должны Покрывать друг друга Каким образом Практикуя Умедленности Самое ограничение Заставляя себя Хвалить То чего Они хвалить Не хотят Не лгать А наоборот Да Чтобы другие Затем Умедленности Что если То есть То есть Должны Порицать Тот может Сделать Это Доста Все прекрасно В чем Примеси Нет Достаточно Достаточно Часть добродетелей Оказывается Приятной А часть Добродетелей Оказывается Вынужденной То есть Неприятной Если мы делим Добродетели на две части Значит мы можем Увидеть о двух видах Добродетели Я Вынужденная И не вынужденная Но мы можем Так сказать Да Да Знал бы Правду и пользу Качество Справедливости И пользу В тексте Я даже не буду Элаборировать Это Что говорит Симонит Симонит говорит Что он вынужден Восхвалять негодных Но это Часть Добродетелей Это Симонит Говорит не в том смысле Что к примеру Все дело К чему не Примешалось Черное Это было Совсем смешно А в том смысле Что он И средний принимает Беспорицание Да То есть Сомнительных людей Тоже не надо Порицать И не ищу я Говорит он Средь людей Совершенства Сколько бы ни было Нас плодами Святых земли Нет человека Такого А если бы нашел Я сказал бы Так что за это Я никого не буду хвалить А довольность меня Того Чтобы человек был Средним И ничего плохого Не делал Вот почему Всех и люблю И хвалю я Ну как и Как и В случае с богами Главное Чтобы человек Был средним И ничего плохого Не делал Опять же Какие люди Оказываются Средними И ничего плохого Не делают Не знающие Не знающие Конечно То есть Нет причин Быть Враждебным Толпе Именно по толпу Потому что Толпа Не может быть Сладеем Здесь Поех И на речи Употребляет Митиленская Как бы Обращая Именно к Питаку Эти слова Всех и хвалю И люблю я Так же охотно Тут Произначающим Надо Отделить слово Охотно От дальнейшего Злова Кто не совершил А бывает Что я и по неволе Хвалю И люблю Кого-нибудь Итак Надо превозносить Тех Кто не делал зла Вместо того Чтобы превозносить Тех Кто делал добро И невольно Хвалить тех Кто все-таки Творит зло Потому что Это свои И тебя Питак Если бы ты сказал Что-нибудь Хоть в какой-то Мире подобающее А теперь Четкое обвинение Против протогора Говорящего Ложь как истину И порывающего С традицией Греческой мудрости И тебя Питак Если бы ты сказал Что-нибудь Хоть в какой-то Мире подобающее И верное Я бы не порицал Теперь же Так как ты Высказал явную ложь Заметьте Кем теперь Обращается Сократ Симонидом Если раньше Мы говорили Симонид это Протогор А Питак Это Сократ То по мере Длинной речи К ее ближе К ее концу Оказывается Что Симонид это Сократ А Питак Это Протогор И Сократ От лица Симонида Буквально в лицо Бросает А тебя Ты Ты Все в Протогор Теперь же Так как ты Высказал явную ложь И при том Об очень важном предмете Считаешь Будто сказал правду Я тебя порицаю Вот Протик и Протогор Какой мне кажется Смуту Ложил Симонид В эту песню Вот Протик и Протогор Потому что Протик и Симонид Да Потому что Протик и Симонид Связаны Сократ становится На сторону Симонида И соответственно На сторону Протика Против Протогора В чем разница Между справедливостью И умеренностью Которую показывает Нам Сократ Разница между справедливостью И умеренностью Формируется Как разница Между Самопринуждением Справедливость И принуждением Умеренность В этом смысле Протогор Конечно оказывается Не справедлив И не умерен Именно поэтому Сократ Нужно не выступить Против него И вот Сократ Заканчивает Свою замечательную речь А вот Протик и Протогор Какой мне кажется Смысл вложил Симонид В эту песню А Гиппи сказал На это И тут Непонятно Как Вмешивается Человек К которому Никто не обращался Хотя мне кажется И ты Сократ Хорошо разобрал Эту песню Есть однако И у меня Хорошо составленная Речь На этот предмет И я Произнесу ее Вам Сократ Закончил Смотрите Спорт с Протогором Закончился И поэзия И длинные речи Отренюты Сократ Произносит Собственную Длинную речь По поводу поэзии Она заканчивается Гиппи считает Сократу Больше нечего сказать Их разговор С Протиком Закончился С Протогором Ваше прощение И с Протиком тоже И теперь Время сиять В звезде Гиппи Но Но Алкивиад Сказал Но Алкивиад Сказал Кто стал Судьей В этом Замечательном Алкивиад Стал судьей Хотя Сократ сказал Нам не нужно Никаких судей Настоящим Судьей И распределителем Стал Алкивиад Более того Алкивиад Еще не раз Вмешается В эту беседу Кто оказывается В этом случае Защитником Справедливости Алкивиад Он не Хозяин Дума И не Мудрец Он Не Калий И не Один из Софистов Но он И понимает Что такое Справедливость Помните Которую мы читали Из Алкивиада Первого Я еще в детстве Когда ты был Маленьким Замечил Что ты защищаешь Справедливость Хотя и не знаешь Что это такое И одновременно Делает это Не словом То есть А делает это Делом Алкивиад Больше Чем Сократ Алкивиад Может то Чего не может Сократ Заставить всех Остальных Замолчать Но Для того Чтобы он Оказался На стороне Сократа Нужно Потрудиться Да Гиппи Только после А теперь Должны выполнить Свою уговор Протогор Справедливо А теперь Справедливо Чтобы выполнили Свой Уговор Протогор Сократ Если Протогор Еще хочет Задавать вопросы Пусть отвечает Сократ А если Напротив Он хочет Отвечать Сократу Пусть тот Спрашивает Итак Алкивиад Решает За Протогора Все Если Протогор Еще хочет Алкивиад Понимает Что Протогор Устал Он уже не хочет Но при этом Алкивиад Решает За всех Алкивиад Решает за всех И значит Поступает Несправедливо Не так ли Ну например Несправедливо Нет, но он же не судья, никто не выбрал судью. Он решает за всех и поступает несправедливо, но он поступает на благо всем, а значит поступает справедливо. Помните, что справедливость и есть вообще благо? А я сказал, я предоставляю Протогору выбрать, что ему приятнее. Если ему угодно, прекратим говорить о песнях и стихотворениях. А это то, чего Протогор хотел, да? Это то, с чем он начал. А вот то, о чем я тебя Протогор вначале спрашивал, я с удовольствием довел бы до конца, обсуждая это вместе с тобой. Ну, естественно, это переход к последнему. Благочестие и справедливость, умеренность и мудрость уже обсудили, осталось только мужество. В чем проблема? Пару мужеству не подобрать, пары закончились. Поэтому мужество надо обсуждать отдельно. Потому что, мне кажется, разговоры о поэзии всего более похожи на пирушки незыскательных людей с улицы. Они ведь не способны по своей необразованности обращаться за вином друг с другом. Общаться. Общаться за вином друг с другом в свои миссии. Достаточно. Значит, первое. Потому что, мне кажется, разговоры о поэзии больше всего похожи на пирушки незыскательных людей с улицы. Кто разговаривает о поэзии? Кто начинает разговор о поэзии? Протогор. И Сократа меняет его. Ты как вот это вот уличное непонятное нечто. Почему люди обращаются к поэзии? Потому что они не способны высказать собственные мысли самостоятельно. Кто не способен высказать собственные мысли самостоятельно? Низшие классы. Толпа. Толпе всегда требуется артикулянт. Протогор оказывается плохо воспитанным представителем толпы. С помощью собственного голоса и своих собственных слов. И потому ценят флейтисток, дорого оплачивая за юный голос флейт и общаются друг с другом с помощью голосов. Да. Именно плохо образованные представители толпы, говорит нам Сократ, ценят флейтисток. Но вот проблема. Я сейчас вам и на нее укажу. Проблема, кстати, крайне интересная. На мой взгляд. Это пир 212D. Эй, слуги, сказал Агафон. Поглядите, кто там. И если кто из своих, просите. А если нет, уже пир так заканчивается. Помните? А если нет, скажите, что мы уже не пьем, а прилегли отдохнуть. Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и громко кричал, спрашивая, где Агафон и требуя, чтобы его привели к Агафону. Его привели к ним вместе с флейтисткой, которая поддерживала его под руку и другими спутниками. Алкивиад ходит с флейтисткой. Открывая теперь уже не Платона, а Ксенофонда, Сократ объясняет флейтистке, как лучше играть на флейте. То, что говорит Сократ здесь, должно обидеть протогора. Сделать его поведение неприемлемым. Но где за вином сойдутся люди достойные и образованные, там не увидишь ни флейтисток, ни танцовщиц, ни арфисток. Да, пир и Ксенофонда наполнят флейтистками, танцовщицами и арфисток. Почему? Что почему тогда? С флейтистками ходит Алкивиад. Почему? И почему? Все контекстуально. Если вы хотите выловить из контекста, у вас получится следующее. Сократ обвиняет, Платон обвиняет Алкивиада в том, что перестав общаться с Сократом, он стал походить на всех остальных. Или Б, что Алкивиад никогда и не должен был стать философом, именно потому, что ему никогда не хватало собственных сил, собственных слов. Или С, возможно, Алкивиад находился в подобающей компании. И помните, он уже сильно пьян, сильно пьяному человеку не хватает собственных слов. А Сократ? А Сократ? А Ксенофонда. Все-таки Ксенофонда и Платон – это два серьезно разных человека. И потому два серьезно разных учения. Там общаются, довольствуясь с ними собою, из этих пустяков и ребячеств, беседуя собственным голосом, по очереди, говоря и слушая. Достаточно. То есть хорошо будет, если вы подумаете, почему самостоятельно. Заложите усилия и найдете ответ. Вдруг у вас получится. И все это было пристойно, даже если очень много пили на вина. Как на пилу у Платона. И собрания, подобные нашему, когда сходятся такие люди, какими нас признает толпа. То есть мудрыми. Но опять же, не по-настоящему мудрыми, а мудрыми в глазах толпы. Ничуть не нуждаются в чужом голосе. И даже в поэтах, которых к тому же невозможно спросить, о чем у них, собственно, говорится. И это критика поэзии. Первое. Так как поэтов нельзя спросить, нельзя задать уточняющие вопросы, то поэзию можно трактовать как угодно, даже так чудовищно, какой только что трактовал Сократ. Повторюсь, если вы найдете современные статьи на эту тему, там просто катастрофа на катастрофе на катастрофе на катастрофе. Там просто уничтожено все. Из того, что говорит оригинальный поэт. И так как это длинная речь, никто не может возразить Сократу. То есть, с одной стороны, то, что Сократ делает с поэзией, неприемлемо. С другой стороны, это длинная речь. И потому это оказывается нормальным. То есть, Сократ на деле показывает нам минусы обоих методов обучения. Люди из толпы. Люди из толпы ссылаются на них в своих речах. Но одни утверждают, что поэт хотел сказать одно, а другие совсем другое. Итак, толпа ценит поэтов, и она же ценит присутствующих. Какими нас признает толпа? Если толпа ценит поэтов, и если толпа низкого качества, то то, что она ценит, тоже низкого качества. И все присутствующие тоже не особо мудзы. И более того, толпа тоже не понимает, что все присутствующие говорят. Так они рассуждают о предмете, который не в состоянии разъяснить. Люди же образованы, отказываются от таких бесед и общаются друг с другом собственными силами. Своими, а не чужими словами, испытывают друг друга и подвергаются испытанию. Да, это совместное обучение, которое мы читали в Немонобилии 1.6.14. Помните, Сократ говорил, чтение книг, а перед чтением книг – испытание друг друга. Подобным людям, кажется мне, должны больше подражать и мы с тобою. И отложивши поэта в сторону, сами собственными нашими силами вести беседы друг с другом, проверяя истину, да и нас самих. Если ты хочешь продолжить вопросы, я готов тебе отвечать. А если хочешь, отвечай мне ты, чтобы закончить то, что мы прервали на середине. Достаточно. Итак, до чего договорились при помощи Алкивиада, Калия, Крития, Продика и Египпия Сократ и Протагор? До того, что сначала один из них будет задавать вопросы, а другой будет отвечать. Но вместо того, чтобы задавать вопросы в диалектическом стиле, Протагор начал задавать вопросы к поэзии. Объясни-ка мне, как Симонит сам себе здесь противоречит. В ответ на это Сократ выдает гигантскую-гигантскую тираду. Никому эта тирада не кажется удовлетворительным. Поэтому Сократ предлагает Протагору снова. Может быть, теперь ты задашь нормальные вопросы. При том, что до этого вопрос, заданный Протагором, Сократу не понравился настолько, что он сделал так, чтобы этот вопрос больше никогда не поднимался. То есть поэзия больше подниматься Протагором не будет по понятной причине. Протагор ничего не понимает в поэзии. Так и в этом роде я говорил. И снова Сократ указывает нам, что это не настоящая его речь. Так и в этом роде я говорил. Но Протагор ничем не знает, если его выгодно. Все, после, смотрите, преломная точка случилась, Протагор больше не будет выбирать. Он понял, что что бы он ни выбрал, выбор ведет его в никуда. Потому что Сократ делает с ним то же, что он делает с любым собеседником, что захочет. Единственный способ избежать такого с собой обращения, это не делать выбора вообще. Но тут возникает проблема. Татал Кивиат сказал, взглянув на Калии. Как по-твоему Калии Протагор и теперь хорошо поступать, не желая объявить, будет ли он отвечать или нет? И, естественно, в таком случае вмешивается судья. И судья говорит, ты согласился на правила игры. Действуй. Судья, повторюсь, никем не назначенный, никем не выбранный. Судья, играющий на руку Сократу. По-моему, совсем нехорошо. Пусть он и продолжает беседу или скажет, что не хочет беседовать, чтобы и мы это знали. Тогда и Сократ, и всякий желающий станут беседовать с кем-нибудь другим. Юный Алкевиат помыкает стариком Протагором, который всем здесь горится в отцы, объясняя, что он теперь тут не нужен. И Алкевиаду он тоже не нужен. Если он не попытается сделать себя нужным еще раз. Когда молодой указывает старому на его ошибки, это у старика вызывает только одно чувство. То чувство, которое сейчас ощутит Протагор. Протагор пристыженный. Протагор испытывает стыд. Когда молодежь помыкает стариками, поправляет стариков, это не вызывает ничего, кроме стыда. Но заметьте, Алкевиад использует стыд намеренно. А это значит, Алкевиад уже умеет использовать стыд, о котором говорит Протагор. Алкевиад уже умеет манипулировать Протагором. Почему он уже умеет манипулировать Протагором? Потому что он повторяет и копирует кого? Сократа, конечно. То есть Алкевиад уже начал учиться у Сократа. В рамках договоренности, то есть в рамках демократических правил, выступающий вперед недемократический Алкевиад ведет всех туда, куда хочет Сократ. Почему? Потому что Сократ знает природу и качество Алкевиада. Он следил за ним с раннего детства, как вы помните. И этот союз, союз Алкевиада и Сократа, представляет собой столь желанный Платоном союз философии и молодой тирании. Старый философ и молодой тиран объединяются, чтобы создать идеальное решение. Помните, Сократ вначале говорит, что пытаясь отвлечь товарища, что он охотится за мудростью. Я увидел мудрого человека и отвлекся от Алкевиада. Но ведь Сократ в разговоре с Гиппократом сразу показывает, что Протогора мудрым он не считает. Ни один социст не мудр. Они все торгуют тем, чего они не знают. Более того, Гиппократ уже забыт. Гиппократ не говорил ничего никогда, с тех пор, как они пришли к Протогору. А исчез из виду, в общем-то, тоже сразу. Мы это обсуждали, но теперь у нас есть повод сказать, что охота все более и более оказывается успешным. Алкевиад все более и более внедряется, входит в этот диалог, входит в философию. И входит в быструю часть у Сократа. Ни у Протогора, ни у Гиппе, ни у Протогора. На этой моем монологе очередном мы останавливаемся, если у вас нет вопросов.